Здравствуйте, это ночной сеанс на НТВ и я, Рената Литвинова. И сегодня в рубрике «Фестивальное кино» Стелла Артуа представляет фильм режиссера Вуди Алина «Энни Холл». И эту картину вы сможете посмотреть сразу после нашей передачи. 1977 год. В СССР принята новая конституция, подтверждающая ведущую роль КПСС. В США после 10-летнего моратория восстановлена смертная казнь. Ушли из жизни король рок-н-ролла Элвис Пресли и король немого кино Чарли Чаплин. Американский президент Картер объявил амнистию тем, кто уклонялся от военного призыва во время войны во Вьетнаме. В Центральной Африканской империи состоялась коронация императора Бакасы, известного людоеда. Из-за удара молнии в Нью-Йорке вышли из строя линии электропередач. Более суток Нью-Йорк оставался без света. По городу прокатилась волна насилия и разбоя. На советские экраны вышли фильмы «Служебный роман» и мультфильм «Винни-Пух» и «Все-все-все». Главная интеллектуальная комедия года – фильм «Энни Холл» режиссера Вуди Аллена. Я счастлива, что ко мне пришел один из моих самых любимых режиссеров Александр Наумович Митта. Это как счастливый. И мы будем вместе смотреть и обсуждать картину Вуди Аллена, тоже, кстати, не последнего режиссера американского. Мой любимый. У меня есть просто его самые любимые картины, там «Пули над Бродвеем» и вот это вот. Просто такие комедии недепрессивные, а вот такие какие-то ироничные к самому себе. Да, ироничные, отвязные, спокойные, расслабленные. Особенно после 12-ти лежа и в обнимку смотреть лучше не найдешь. Серьезно? Да. Именно обязательно в обнимку. А то есть в одиночестве лучше не смотреть? Ну, в одиночестве как-то возникает тоска и желание иметь рядом с собой. Такую же женщину, которую получил Вуди Аллен, потому что он крокодил, а у него все время прекрасные женщины. Вот, кстати, что это такое? Ну, сейчас у него более-менее крокодил, но молодой. Да. Она некрасивая же, вот эта его приемная дочь, которая стала его... Ну, не каждый может себе позволить, правда, жениться на своей приемной дочери. Нет, а так у него были красавицы, все самые лучшие актрисы, и они все его обожали. И он их время от времени бросал, а снимал фильм о том, как они его бросают. Он переживал. Но что делать? То есть такой парадокс на самом деле. Это какой-то фильм, в мой ощущение, такой исповедь немножко человека. Но вместе с тем она, знаете, она дает вам как бы немножечко более расширенное понимание мира. Чем юмор хорош? Правда, не тем, что он тебя веселит, как вот вам шлаги, а тем, что он дает тебе какое-то и другое измерение жизни. Как сказал Жюль Ринар, в конце концов, юмор – это разум. Вот у него юмор – это разум, поэтому я его люблю. Вот вы, режиссер, который страшно возвышенный и очень красиво снимает женщин и открывает звезд женщин, и в то же самое время и он, Вуди Аллен, очень с любовью снимает стихо этих женщин. Да, Вуди Аллена у меня далеко, но все-таки я сейчас сделал количеством, я сделал большой сериал, называется «Лебединый рай», и там семь любовных историй, одна круче другой, с дивными актрисами. Семь актрис? Актрис, нет, актрис пять, но у одной три любовных истории, она прямо из одного прыгает в другую. Ну вот на самом деле, видите, я нахожу такое нечто общее, в том, что и Вуди Аллен такой чередой открывает и закрывает актрис, и вы также открываете, и, я не знаю, закрываете ли или нет? Нет, не закрываю, я остаюсь влюбленным. Навсегда. Ведь это же Даяна Китон, вот в этот период свой режиссерский, он, значит, был влюблен в Даяну Китон. Да, у нее длинная, очень длинная была известная, так сказать, такая очень публичная, так сказать, любовная связь, и она очень умная актриса. Потрясающая актриса, которая, да, всегда была связана своей творческой и жизненной биографией с выдающимися мужчинами. Ну, она и сама выдающаяся, поэтому, естественно. Там, знаете, что хорошо в этом фильме, он какой-то очень такой спокойный, как спокойный рассказ, как будто и сценарий никакого нет, как будто и... Да, нет никакого насилия, да. Как будто, да, и нет никакой манипуляции зрителям, хочешь смотришь, не хочешь, не смотришь, но вот я почему-то стал пересматривать, оторваться не мог совершенно, хотя это вроде бы прошло там 25 лет со времени этого фильма, как будто устаревший, а у него какая-то такая свобода есть, раскованность. Такая режиссерская манера, но я не понимаю, как ее можно повторить. Нет, 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 не повторим, потому что на сложных вещах, говорят, очень просто. Вы знаете, на самом деле, разобраться там довольно сложные, так сказать, вещи, но сказано так просто. У него какая-то героиня, помню, сказала, как я могу понять это явление, если я не понимаю, как вода в бочке спускается. Он как бы говорит о таких вещах, которые, ну, совсем, так сказать, вот. Вот человек познакомился с женщиной, вот легли в постель, вот у них прошла первая ночь, вот она перевезла к нему вещи, вот они живут душа в душу, вот они начинают остаивать мир вдвоем, вот возникают какие-то конфликты, вот они рассосались, вот опять разникают, вот опять расстались, вот они решили расстаться и расстаются. Потом хватается за голову, вроде бы и все. Черт, и в этом как-то похоже на очень многих людей в разных частях света. И узнаешь себя, в чем, собственно, смысл смотреть кино, когда ты к этому как бы немножечко приобщаешь, прибавляешь к своему жизненному опыту вот этот опыт этих людей, как бы идентифицируешь себя с ними, так сказать, и думаешь, ой, черт возьми, как-то мир немножечко засветился. Вот это в нем есть. Ну, видите, но, боже, боже, вы говорите так всеобъемлюще. Да. Вот интересно, вот как можно еще тех же самых зрителей примануть на эту картину, если она такая простая, если там даже ни разу никого не убили. Там никого не убили, там даже никому ничем не угрожали. Там как-то очень такие простые, но ведь мы живем. И такой страшный мужчина-артист. Да, нет, он тогда еще значительно был моложе и совсем не такой. Кстати, поразительно, как вот он вылезает на экраны, у меня вопрос. Я его страшно люблю, но он же такой страшный, как ему в голову пришлось себя все время снимать в главных ролях с такими безумными красавицами. У него есть рынок. Есть люди, которые хотят его смотреть. Устойчивый, небольшой, там на 4 миллиона, по-моему, если я не ошибаюсь. Но он тратит очень мало, тратит полтора, актерам ничего не платят, они за честь считают у него сниматься. У него все самые лучшие филосы. Снимает быстро, выпускает ограниченным тиражом, а потом, когда картина уходит в Европу, там обвал абсолютно. Обвал, и она всегда продается на DVD, а если картина продается на DVD, то это уже... Мне кажется, что это уже успех. А у нас, если картина продается на DVD, то ты получаешь ноль. Вы знаете, вот наш сериал «Граница», где вы снимались, он вышел на DVD, по-моему, 6 раз в разных форматах у пиратов. И ни одной копейки никто на этом не заработал. Сейчас он снова выходит, и опять пираты пиратят. И ничего на DVD не заработаешь. А у них там капитал можно сделать. В данном случае, если бы вы жили в Америке, я думаю, что вы бы были не менее культовой фигурой в том же самом Нью-Йорке. И вы бы никогда не встречались с проблемой финансирования, с проблемой видеопиратства, с проблемой... Потому что, чего бы мы ни коснулись, все превращается в, что называется, золото. Ну, оно кому-то... А в данном случае это Вуди Ален. Он делает такие тоже малобюджетные достаточно картины. И они у него всегда сверх окупаются, потому что они превращаются мгновенно в киноклассику. Да. Что на самом деле делаете и вы, Александр Наумович. Спасибо большое. Вот пришел похвалить Вуди Ален, и нарвался на комплимент. Нет, ну потому что, в принципе, вы люди одного поколения, и вы, и он до сих пор снимаете картины, и очень хорошие картины. Просто, видите, он сталкивается с меньшим количеством проблем, и имеет возможность, видите, выбирать любых кинозвезд и... У него, знаете, что мне очень нравится? Потому что у него каждая картина не похожа на предыдущую. Вроде бы одно и то же, и он в главной роли, и он какой-то неудачник, он встречается с какими-то проблемами, он, наверное, как-то так решает, но всегда какая-то четкая выдумка в начале, и всегда такое необычное решение на картину, вот настоящий режиссерский, так сказать. Ну, так он парадоксально, и, по-моему, карьеру сделал на... как-то... на собственной самоиронии. То есть он взял себя, и, может быть, искренний человек, влюбленный в себя, он искренне себя же и осмеивает. Да, он такой эгоцентрик, который все время смеется над собой и показывает, так сказать, смешные стороны самого себя, но поскольку он непрерывно показывает себя, 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 ты понимаешь, в концертах, о, этот парень, похоже, ни на чем другим и смеяться-то не может. То есть это его главная тема, которую он эксплуатирует из фильма в фильм? Да, ну, это профессиональный юморист. Он начал с того, что он был вообще стендап-комедиан, то есть он, так сказать, выступал, так сказать, с этими схохами, с приколами, зарабатывал этим деньги, причем для других людей, вот. А потом уже и сам стал выступать, а потом стал писать, написал массу прекрасных пьес, а потом написал все сценарии, стал сниматься, все как-то не так очень плавно, нормально. Надо, судя, еще играть в джазе. Мне кажется, это потрясающий пример карьеры, когда, в общем-то, скромной внешности евреи, режиссер, не пользующийся никакой поддержкой извне, вот сделал такую собственную... Ну, субъект. Да, такой интеллигент, типичный Нью-Йорк, из Нью-Йорка, вот сделал такую великую карьеру, и он такой уже целый бренд. Да. И он просто, за ним стоит целое какое-то поколение, которое себя ассоциирует именно с Вудиалином. Вы знаете, среди интеллектуалов, пожалуй, второго нет, он первый и последний. Я вот думаю иногда, думаю, черт, ну чего я снимаю, я люблю снимать такие изобористые картины, свои неожиданные повороты. Я думаю, ну, снять бы простую картину про свои проблемы, про проблемы, которые меня окружают. Ну, 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 что, я Вудиалин, что ли, куда мне? Вы знаете, он один, который смог это сделать и превратить это в такой устойчивый, то есть, совершенно, поток картин. Да, в такой мейнстрим почти. Да, да. На который можно ориентироваться, который может поддерживать каких-то других, похожих. Да, кино, жанр, это жанр Вудиалин. Вот, вот он, вот его жанр. Да, кстати, вот можно даже и называть это, это в жанре Вудиалина, и тогда уже все понятно. Да. Мне кажется, я такое могу сказать, браво его карьере. И вот, в принципе, такая отдельная жизнь, как исключение, которое подтверждает правила. Но вот именно выдающаяся личность победила все обстоятельства, работает и будет еще снимать, по-моему, множество фильмов. Так что давайте посмотрим эту картину выдающегося режиссера Вуди Алина и будем помнить о том, что совершенство бесценно. По мнению критики, фильм «Энни Холл» стал одним из лучших фильмов режиссера Вуди Алина. В «Энни Холл» режиссер впервые снял не пародию, а ироническую фантазию на тему собственной жизни. Это первая часть его Нью-Йоркской трилогии «Энни Холл. Интерьеры Манхэттен». Во всех трех фильмах сыграла тогдашняя муза режиссера, актриса Дайан Киттон. У нее Алин позаимствовал фамилию для героини фильма. Настоящая фамилия – Дайан Киттон Холл. Дайан Киттон получила за эту роль премию «Золотой глобус». Вуди Алин за режиссуру и сценарий получил приз Британской академии кино и телевидения и был номинирован на французскую премию «Сезар» за лучший иностранный фильм. Фильм «Энни Холл» – одна из немногих комедий в истории американского кино, которая получила «Оскар» как лучший фильм года. Всего фильму дали 4 «Оскара» – за фильм, сценарий, режиссуру, главную женскую роль и номинацию за лучшую мужскую роль. Свой триумф Вуди Алин прокомментировал так. «В этом году я звезда. Но чем я буду в следующем году? Черной дырой?» На церемонию награждения Вуди Алин не пришел. По пятницам он, как всегда, играл на кларнете в клубе и не мог пропустить свое выступление. Здравствуйте! С вами «Ночной сеанс» на НТВ и я, Рената Литвинова. И сегодня в рубрике «Фестивальное кино» Стелла Артуа представляет фильм Артура Пэна «Маленький большой человек». И эту картину вы сможете посмотреть сразу после нашей передачи.